Прежний торговый объект не справлялся с потребностями покупателей, ведь район растет с каждым годом. Здесь располагаются областная клиническая больница, ряд диспансеров, медколледж и недавно заселенный арендный дом для медиков. Было принято решение сделать в торговом объекте модернизацию, поменять торговое и технологическое оборудование, холодильное оборудование. Применены все последние тенденции розничной торговли. Было принято решение его модернизировать, привести в популярный внешний вид. Мы этим занялись. Я думаю, идея воплотилась и результат уже мы видим налицо. Товарооборот поднялся, покупатели довольны, высказывания положительные. И сами мы рады результату. На реконструкцию объекта было потрачено порядка 200 тысяч рублей средств облпотребсоюза. А сами ремонтные работы заняли несколько месяцев. Проведен косметический ремонт, увеличенный торговой площадью, расширенный ассортимент. Вы знаете, сегодня в патрухоперации в целом переживают непростые времена. Особенно сегодня в республике много ведется на эту тему разговоров. Поэтому в какой-то степени есть определенные сложности патрухоперации в Брестской области. Но мы четко знаем, в каком направлении надо двигаться. И сегодня мы демонстрируем одно из направлений нашей работы. В первую очередь это областные города, областные и города районного подчинения. Скажем так, это то направление, которое мы серьезно в свое время вступили нашим партнерам, в какой-то степени конкурентам, торговым сетям. Поэтому без серьезных таких перемен, без модернизации в торговых объектах, без расширения ассортимента, без поднятия культуры на более высокий уровень, добиться желаемого результата просто невозможно. Поэтому сегодня была проведена в Брестском райпо определенная работа. И я уверен, что результат не замедлит сказаться. После реконструкции магазина товарооборот увеличился на 30%. При этом продуктовые корзины покупателей небольшие. В основном торговый объект пользуется популярностью у студентов. Сюда они забегают на обед и у проходящей лечения в областной клинической больнице. Если говорить о новом кафе, то стоит отметить, что здание, в котором оно расположилось, пустовало в течение последних восьми лет. В светлом и уютном помещении, рассчитанном на 30 человек, можно вкусно покушать по приятной цене. На реконструкции этого здания останавливаться не планируют. Местная власть хочет уделить внимание инфраструктуре медицинского района. На медицинском, на 10-й торговый объект располагался. Очень отрадно, что предприятие потребно-кооперации решило его произвести реконструкцию, осовременить, чтобы он стал более доступным для пациентов всего медицинского городка, который расположен на улице Медицинской. Поэтому я уверен, что этот торговый объект будет продать пользу популярности. С учетом его, скажем, реинноваций, добавления сюда общепита, это еще добавит сюда посетителей. Однозначно, потому что объект здесь нужен. Помимо того, что здесь находится медицинский городок, здесь находится и медицинский колледж, где тоже есть учащиеся, который тоже восстанет. Потому что в этом районе, именно, из больших торговых объектов, да, ведь фактически он не унес здесь эту социальную нагрузку, потому что Мартин находится все-таки далековато, и до него приличный тейс, и ты не имеешь автомобиля. А для тех, кто здесь лечится, получает лечение, для тех, кто здесь живет, потому что все-таки здесь и большой жилой район, и был еще построен отдельный арендный дом для медицинских работников. Поэтому я думаю, что этот объект будет продолжать пользу популярности. А вот инфраструктура вокруг этого объекта, может быть, стоянки не хватает, или что-то еще развивать надо дальше? Да, здесь еще необходимо дальше развивать, потому что действительно здесь немножко узковатые проезды, да, и парковочных мест недостаточно, но в связи с сосредством хирургического корпуса, я думаю, что эти вопросы даже продолжать решаться. Местные жители и проезжающие мемпокупатели обновлениями остались довольны. Стало и просторнее, и красивее, и удобнее. Стало очень цивильно, санитарные условия улучшились, дизайн, продукты все видны, разложены, красиво. Ну, я, если так будет, то очень положительно. Раньше было... Какая-то открылась? Еще не ходила туда, не знаю. Тоже положительно. Раньше оно было, нас все устраивало. Я здесь давно живу. Поэтому я думаю, что все круче. Вы знаете, я здесь неделю нахожусь. Ну, недели только всего лишь. Вы знаете, я когда первый раз прибыл здесь, за неделю такая большая перемена произошла, что нам для, во-первых, ну, для немножко немощных больных большой плюс. Тут большой ассортимент товаров. Ну, тут уже был немножко уже ремонт, а тут как раз, если у меня пошло, уже закончилось. Ну, слава Богу, что дела сдвинулись. Было хорошо, еще стало лучше. А как то, что кафе откроется сейчас? Это еще замечательнее. Ну, кофе всем надо пить, как говорится. Не то, что, как говорится, всем кому-то положено, кому-то не положено. Всем в меру пить – это вообще еще лучше, еще замечательнее. Так что жизнь продолжается. Вот, она идет потихоньку, потихоньку, миллиметрами, шагами, ну, к лучшему. Совмещайте поход за продуктами и вкусные обеды с близкими на медицинской. Приятных покупок! Василина Буцкевич, Андрей Щерба, Александр Макаревич, Новости Бреста.